Но, тем не менее, прощал, Юрий Павлович, у вас с Артемом, с которым мы тандемно и играли здорово, и гуляли хорошо? Мы, как говорится, у нас не было таких залетов частых, мы уже сами прекрасно понимали то, что, когда в тебя тренер верит, и в первую очередь ты делаешь, ты находишься в команде, и ты, как говорится, не сам. Ты выходишь, у тебя еще 11 рядом футболистов, у которых есть семьи, ты прекрасно понимал, что за это ты получаешь деньги, у тебя есть заработная плата, плюс за то, что ты еще выходишь на футбольное поле, выиграл, ты еще и получаешь премиальные. Но, извини меня, тогда был, как я мог подставить и Палыча, то, что он мне дал эту дорогу, чтобы я играл. И, во-вторых, там были старшие ребята, я понимал, что тот же Саня Шавковский, у которого есть дети, у которого есть жена, и если команда не выиграет, а потом вылезет, тем более все знали, если мы куда-то ходили, не дай бог какой-то проигрыш, оно сразу вылазит и говорят, вот тот-то гулял. Как я мог тех же старших, того же Саню Шавковского, если он узнает, мы проиграли, а я играю в основном составе, и я сыграл не на том уровне, на который я могу из-за того, что я гулял. Угу. Извините меня, то у него семья, он не получит премиальные. Зачем она мне это нужна? Вы как-то говорили, что не очень-то на вас ощущалось, что у вас был настолько сильный организм, что вы могли погулять там за несколько дней до этого. Это была по молодости. Ты чувствуешь себя очень? Я же объясняю в том, что я не хотел просто подставлять людей. В первую очередь подставлять. Да, я-то был молодой, что для меня, я один, но выиграл, не выиграл там, как говорится, но когда-то я уже был в первой команде, я прекрасно понимал, что целью этой команды всегда быть чемпионами. И цель моя, чтобы я всегда стремился играть в первой команде, и что если мне такой шанс предоставили, то я должен за него, как говорится, и цепляться. Знаем мы, какой ваш самый большой штраф в динамике, и самые большие призовые. Вы знаете? А вы рассказывали, что 70 тысяч долларов вы как-то заплатили за какой-то из проступков. Точно проступок не было говорено. Ну, значит, вы ничего не знаете. Значит, не 70, не 70. Так какая же самая большая сумма штрафа? Ну, что уж, Саша, столько времени прошло. Был, наказывал Михалыч на 100 тысяч долларов наказывал. Говорит, что вы не заплатили за это. Вот. Что простил. Да, да. Он наказывал на 100 тысяч было. И потом он, я же еще раз говорю, что сыграли хорошо игру. И я всегда знал, как говорится, когда к нему подойти, когда можно с ним, ему сказать. И он всегда, и он, как говорится, прощал. А отсчитали кровные свои сколько? Вот прям заплатили, чтобы ушли денежки назад Игорю Михайловичу. Сколько? Ну, бывало. Бывало такое. Ну, я не хочу это подать в подробности. Это мы... Зачем это людям рассказывать? Это людям интересно. Все же говорили, Милевский и Алиев зарабатывают больше всех в Украине. Мы на зарплату в 1200 гривен живем. А зачем люди? А зачем? Вот видите, это сущность людей. Алиев, Милевский зарабатывал больше всех. Ну, мы же... Вы же тоже работали. Каждый выбирает свою профессию. Каждый выбирает. Поэтому интересно. Я не скажу, что мы зарабатывали больше всех в Украине. Не скажу. Ну, ладно. Это, знаете, такой стереотип. Ну, было сколько? 50 тысяч долларов, кажется, он забирал было. Забирал. А платил премиальные? Самые большие премиальные? Самые большие? Ну, то, что у меня вот было за игру. Это вот когда мы в Лиге Европы играли. Когда вот мы Валенцию обыграли. В ПСЖ. Ну, было за игру. 45 тысяч долларов было за игру. Вы могли вот так прям сразу получить премиальные и потратить? Да ну, куда? А куда их потратить? Ну, только если в казино пойти. Вот, вот. Помните этот Кокорин Мамаев по 150 тысяч бутылка после евро 20-16. Ну, а почему? Ну, если у людей, людей позволяет покупать такие шампанские, почему нет? Пускай они... Они поработали там, они зарабатывают деньги, они зарабатывают своим потом и трудом. Если у них есть такая возможность, почему нет? Зачем на это обращать внимание? Пускай. 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 Продолжение следует...